Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. 40-я глава, которую мы прочтем сегодня, открывает с собой раздел, который иногда называют книгой утешения. 40-й по 55-ю главу включительно книга утешения, второй раздел книги пророка Исаии. Если всю книгу Исаии делить на три больших раздела, то 39-й главой оканчивается первый раздел, а 40-й главой начинается второй раздел, который охватывает главы с 40-й по 55-ю включительно. Иногда этот раздел в науке называют второ-Исайей. Читатель, который последовательно читает книгу пророка Исаии, замечает, насколько вот эти главы с 40-й по 55-ю резко контрастируют с предыдущей частью и по тональности, и по содержанию. Если первая часть содержит в основном пророчества обличительного характера, негативные пророчества о наказании израильского народа, хотя в первой части имеются, конечно же, тоже, например, книга Эммануила и другие важные отрывки, или «Малый апокалипсис Исаии», как мы видели с 24-й по 27-й главы, которые не совсем вписываются в контекст первого раздела Исаии, но большинство пророчеств все-таки, как я уже сказал, носят характер обличительный и говорят о наказании Божьем, которое постигнет израильский народ. То вот второй раздел, начиная с 40-й главы, резко по этой тональности контрастирует, и по содержанию тоже. Говорится уже не о наказании, а о прощении израильского народа, о его искуплении, о его освобождении. И книга «И утешение» иногда в ученом мире называется этот раздел, потому что вначале мы читаем такие слова. «Нахаму, нахаму, ами! Утешайте, утешайте, народ мой!» Прямая речь Бога. Первый стих 40-й главы. «Утешайте, утешайте, народ мой! Говорит Бог ваш!» Кроме того, во втором разделе мы не встречаем, почти не встречаем никаких имен собственных, ну, за редким исключением, там, Цайкир. Вот. А в первом разделе множество биографических частей, множество... Описывается событий, которые очень легко привязать к конкретным годам иудейской истории. То вот во втором разделе мы не встречаемся больше с самим пророком Исаией. Все, что мы знаем об Исаии, содержится в первой части, в биографических главах, посвященных Исаии. Это не только три заключительные главы этой самой первой части, но и шестая глава, например, где описывается богоявление, которое произошло, свидетелем которого он был, и ряд других текстов. Так вот, перейдем, дорогие друзья, к чтению и комментированию этой самой второй части книги пророка Исаии, книги «Утешение». «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Прямая речь Господа, которую озвучивает пророк глашатой божественной вести, и это утешение, утешение, которое последовало за наказанием. Пророчества, которые прозвучат дальше, они будут возвещать о скором возвращении народа из долгого вавилонского пленения. Вавилонский плен, продолжавшийся 70 лет, окончился эдиктом Кира в 538 году. Кир II, называют его великим, был человеком по свидетельству греческих авторов, хотя они персов ненавидели и враждовали, с ними воевали. По свидетельству самих даже греков был человеком благочестивым, добрым, мудрым. Звали его, конечно, не Кир, а звали его Кореш. Так звучит на иврите, видимо, и на персидском звучало его имя. Его имя будет упомянуто в этом разделе. Он прямо назван будет Помазанником Божьим. Его рукой Господь освободил израильский народ из плена. И каждый народ, который был пленен вавилонянами при наступлении персидской эпохи, в 538 году был издан указ этим самым Корешем II. И он, между прочим, и сам себя именует освободителем. Этот указ цитируется в Священном Писании, и мы можем с ним познакомиться, но, правда, не в книге пророка Исаии, а в других частях Танаха. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Второй стих. Первая половина второго стиха. «Говорить к сердцу» — это такое библейское выражение, которое используется и в других книгах Священного Писания. «Говорить к сердцу женщины», «говорить к сердцу Иерусалима», как здесь сказано. Вообще Иерусалим часто персонифицируется в женском образе. Вообще города, Иерусалим в том числе, и само слово «город» — «ир» — это слова женского рода. К кому обращается здесь пророк? Ну, видимо, это просто такой поэтический язык. А может быть, это Бог говорит к пророку и к его ученикам, чтобы они говорили к сердцу Иерусалима. Безымянный пророк, ученик духовный, наследник и ученик Исаии Иерусалимского. И вот здесь говорится, вернее, звучит призыв «говорить к сердцу Иерусалима», «возвещать ему». То есть это уже речь добрая, это уже речь утешительная, это речь, которая от сердца к сердцу. И что же возвещать-то? Что исполнилось время его борьбы? Ну, еврейский текст здесь можно понять так, что закончилось время его военной службы. Иерусалим, который в монархическую эпоху был столицей, был хорошо укрепленным городом и вытерпел, не раз терпел осаду, и вытерпел долгую осаду перед разрушением города Навуходоносором, он уже не будет больше вести военных действий, как в монархическую эпоху. Его ждет другая участь, другая судьба и другое совсем дело, другое значение. «За неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Вавилонский плен долгий, продолжавшийся два-три поколения, и потом несколько волн возвращения из этого плена, они говорят о том, что грех прощен, он искуплен, и Израиль может быть освобожден, израильский народ. Из Вавилонского плена вернулись не так многие, конечно. Многие остались на просторах Междуречия, Вавилонии, и там ассимилировались с местными народами и навсегда растворились в этом море ближневосточных народов. Но часть народа, иудеев, левитов, они вернулись для того, чтобы воссоздать Иерусалим, отстроить его стены, построить второй храм и начать жить по-новому. И конституцией этого народа станет божественный закон, божественная Тора, и будут люди стараться уже избегать идолопоклонства, не будут возвращаться к прежним своим грехам, какие были до плена, будет такая создана религиозная теократическая община без восстановления монархии, без восстановления дома Давидова, павшего. От руки Господней принял вдвое за грехи свои. Третий стиль. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Глаз, голос, коль, который вопиет в пустыне, между Святой Землей Израиля и Вавилона лежит сирийская пустыня, пролегает, и вот эта пустыня, она наполняется глазом вопиющего. Вопиющего, который призывает приготовить путь Господу. Ведь не только возвращение Израиля из Вавилонского плена впереди, по пророчеству книги Исаии, но впереди и возвращение Господа на Сион. Сам Господь возвратится, его шхина, его присутствие покинуло Иерусалим когда-то и ушло в изгнание вместе с еврейским народом. Вот эта шхина, она вернется и будет вновь своим народом в его земле, земле обетованной, и слава Господня вновь наполнит уже новый отстроенный Иерусалимский храм. Вот этот стих цитируют евангелисты. Матфей, Марк, Иоанн. Глаз вопиющего пустыня для них это глаз Иоанна Крестителя, который в иудейской пустыне, не в сирийской, в иудейской пустыне. Он проповедовал путь покаяния, тем самым приготовляя слушателей к проповеди Мессии Иисуса Христа. «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Чтобы путь был ровный, путь был проторенный, и чтобы не было никаких на этом пути препятствий для возвращающегося из плена народа. «Явится слава Господня», пятый стих, «и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господней изрекли это». Спасение Божие, Господь, спаситель своего народа, Он наказал его, и Он его из плена спасает. В Новом Завете эти стихи, эти замечательные стихи, будут приложены к Иоанну Крестителю, как я уже сказал, и к тому, чьим Он является притечей, то есть к Иисусу Христу. И вот Христос называется Спасителем, Иисус Христос, как мы знаем в Новом Завете, потому что Он пришел спасти людей, народ свой от грехов их. Поэтому и имя у Него Иисус, то есть Господь спасает, Господь спасения. Вот так происходит перекличка, перекличка Израиля и нового Божьего народа, присоединенного к Израилю через Христа. Так происходит перекличка между Первым и Новым Заветом, то, что называется интертекстуальность. Интертекстуальность — это и цитаты, и темы, и аллюзии, и все то, что связывает тексты того Завета, который мы называем Ветхим, можно называть его Первым Заветом, и того Завета, который заключен Богом с нами, с народами земли, то есть Нового Завета. «Голос говорит, возвещай», начинается 6 стих, и вновь голос, вновь этот еврейский термин «коль», только здесь это уже не голос проповедника, не голос пророка или вестника, это голос небес, это голос самого Господа, небесный голос. И он приказывает, «возвещай» — голос, обращенный к пророку. Что же должен пророк возвещать? Пророк спрашивает, что мне возвещать? А вот что возвещать? Вторая половина 6 стиха. «Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цвет полевой». Тема очень характерная для книг «Премудрости» Израиля. Притчи Соломоновы, Иов, многие псалмы, говорят об этом, что плоть здесь имеется в виду человеческая, тварная, тварная человеческая сущность, она словно трава, она уподобляется траве. Вот трава цветет, красиво, прекрасно, радует глаз. Соломон, говорит Христос, не одевался во всей славе своей, как эта трава полевая. А завтра она увядает, и ни к чему не годно, как раз и бросить ее в печь на растопку. Об этом и говорится в следующем стихе. В 7-м «Засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава». Без Господа трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Вот это слово Господь исполняет. Он через своего пророка возвещает освобождение, искупление, возвращение из плена, и Он его исполняет. Это слово нерушимо, оно вечно. Господь Иисус Христос в Новом Завете скажет, «Скорее небо и земля придут, нежели хоть одна йота». Это самая маленькая буква еврейского алфавита, буква «юд». Йод, нежели хоть одна йота придет из закона. Небеса могут обветшать и увянуть, словно трава. Вот здесь чувствуется контраст между человеком и Богом. Огромная, непреодолимая разница между словами человеческими и действиями людей и словом и действием Бога. Если Господь что-то сказал, это уже Его действие. Его слово не остается неисполненным. В другом месте мы читаем, как дождь и снег, они не возвращаются, не напоив землю. Так и слово Господне, но не остается неисполненным, в отличие от слова человеческого. И Господь, тем и отличается от пустых, ничтожных идолов, в этом мы дальше прочитаем, тем, что Он творец. Он говорит что-то и делает. А те не только не делают ничего, они еще и безмолвны. Дальше в 9 стихе Господь обращается к Сиону. Сион, Сионская гора, здесь может быть метанимия, означающая весь Иерусалим или весь израильский народ. И звучит призыв «Зайди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим». Параллелизм синонимический. Возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш. Торжество, радость. Народ возвращается из плена с поднятой головой, из плена на свободу, из рабства и изгнания к родной земле, к родному разрушенному Иерусалиму. И Господь Сам идет со Своим народом, шествует вместе с ним, чтобы вернуться в Свою землю, в Свой удел. Вот 10 стих. «Вот Господь Бог грядет с силою и мышца Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Мышца – это сила, это власть. И, конечно, если бы Господь не вразумил персидского монарха и не вложил в сердце ему отпустить пленный народ из рабства долгого Вавилонского, то, наверное, этого бы не произошло. И все, что совершает Господь, Он совершает со Своей силою, со властью. Так силой Навуходоносора и властью Навуходоносора, Божьей властью, которой Господь вынудил Навуходоносора, совершилось пленение израильского народа, наказание, разрушение. Так силой Кира, Кореша, Господь проявляет свою, через эту силу персидского владыки Господь проявляет свою силу. Ведь все монархи, все правители в руке Божьей. И на самом деле, все, что совершается, совершается Господом. А кто такой тогда этот Кореш, этот Кир Второй? Это лишь орудие, инструмент в руках Божьих, как, впрочем, и все правители. Ну, а дальше с 11 стиха и далее начинается несколько иная тема, ну, точнее, с 12 даже. А вот в 11 звучит тема пастырства. «Как пастырь он будет нести, простите, как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Господь пастырь добрый. Этот образ применяет также пророк Иеремия. В 23 главе мы читаем, что Иеремия описывает Бога с помощью пастырской метафоры, действия Бога. Вот Господь Бог Израилев, он как пастырь, а народ — это паства. Это стадо, которое Господь ведет. Стадо не может идти куда-то без пастуха. Оно заблудится, разбредется, погибнет. Нужен пастух. И вот этим пастырем Израиля является Господь. Эта тема часто звучит. В псалмах, например, пастырь Израиля в Немли или всеми любимый, хорошо известный псалом «Господь пастырь мой». «Адонай рои лохсар». Я ни в чем не буду нуждаться. Потом, позднее, эта тема, вернее, этот образ пастыря будет приложен к Иисусу Христу, к Мессии, и он сам себя назовет пастырем добрым. А с 12 стиха до конца главы, до 31 стиха, следующий раздел, который можно назвать «Величие Божие». Величие Господне, Его слава являются основной темой этого раздела, второй части 40-й главы. Задается риторический вопрос в начале этого отрывка, целый ряд даже риторических вопросов от 12-13 стихи, 14 стих, три стиха подряд содержат ряд риторических вопросов, которые не требуют ответа, это уже ответы. «Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?» Вспоминаются параллельно, конечно, какие-то темы из книги Иова. «Кто уразумел дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он? И кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?» Конечно, никто. Господь может наставлять, а Его наставлять никто не может. Резкий контраст с бездушными, безмозглыми и мертвыми, ничтожными идолами, над которыми книга пророка будет иронизировать дальше. В этой главе, в следующей, в 41-й и дальше, в последующих главах будет острая полемика звучать с идолопоклонниками и с язычниками. А Господь, Он радикально и полностью отличается от пустых и ничтожных идолов, поскольку Господь — это сила, это дух, учитель, который учит знанию и указывает путь мудрости, это Господь. И Он владыка, Он повелитель, Он творец, Он создатель, Он измерил небеса. Что своими жалкими деревянными руками могут измерить идолы? Ничего, конечно. Далее, 15-й стих. «Вот народы, как капля из ведра, исчитаются, как пылинка на весах, вот острова, как порошинку подымает Он». Вот недавно землетрясение было на острове Крит, и даже до Дамаска, на острове Кипр, простите, и даже до Дамаска пошла волна, и в Дамаске чувствовалось колебание земли. Вот словно порошинку он эти острова средиземноморские подымает, опускает, а все народы, населяющие эти острова, да и вообще все народы, это словно капля из ведра пред ним, пред Богом. Народы значат очень много, есть народы сильные, есть народы важные, есть народы, которые внесли огромный вклад в человеческую культуру и цивилизацию, но пред Богом они все словно капли из ведра. Ничто. Если Господь это безграничность, словно воды океана, то человек — это и все народы, как капли из ведра. Показывается ничтожность человека. Человек без Бога ничтожен, а с Богом он может все, когда Господь идет пред ним, когда Господь возвращает его из долгого плена, когда Господь благословляет его, вразумляет, учит, наставляет пути мудрости. И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Что действительно можно Господу, какую достаточную жертву можно ему принести? Вот Пророк говорит, что всего Ливана, в данном случае под Ливаном следует понимать не горную гряду под этим названием, а кедры, которые там растут. В данном случае, видимо, имеется в виду кедры. Эти огромные, могучие деревья, которыми когда-то был поросшим весь Ливан и Антиливан, и вообще все горы были поросшими в тех краях могучими ливанскими кедрами. Доводилось мне бывать в одном из кедровых заповедников на севере нынешнего государства Ливан, где сохранились деревья тех времен, им по три, по четыре тысячи лет, ну, это производит впечатление, их пятером-то не обхватишь их ствол. Так вот, всех этих деревьев на всех ливанских горах, которые растут, их недостаточно для жертвенного костра, для жертвенного огня. А животных, которые в этих ливанских горах между этими кедрами находятся, в то время было много животных, вот даже их недостаточно всех для всесожжения Богу. Все народы пред Ним как ничто. Вот капли из ведра, да, 15 стих, а здесь они названы ничто, словно ничто, сравниваются с пустотой, с ничтожеством. Менее ничтожества и пустоты считаются у Него. Итак, кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете Ему Бога, никому нельзя уподобить. У Бога нет никаких подобий и невозможно найти Ему подобие. И всегда, когда мы что-то говорим о Боге, наш язык невольно становится антропоморфным. Что бы мы о Боге ни сказали, всегда это человекообразный антропоморфный язык, который не может всю божественную реальность, конечно же, отразить. Ну, что такое человек, сказано в другом месте, черепок из черепков земных, как этим черепком вычерпать океан? И что может человек сказать о Боге? Он может лишь славить его своей жизнью, своими помыслами, своими словами, своими делами. Невозможно Бога уподобить, и поэтому нельзя делать изображение Бога. Строгий запрет дается вторая заповедь Деколога, вторая божественная заповедь из десяти, строго запрещает делать изображение. Не делай изображение ни того, что на небе вверху, ни что на земле внизу, ни в воде ниже земли, не поклоняйся ему, не служи им. Ну, как ты изобразишь Бога? Изобразить ничего кроме идола у тебя не получится. Вот люди пытаются Бога Кстати, Вселенский собор, 5-6, насколько я помню, запретил изображать Бога. У нас, у православных христиан, есть иконы, но они никогда не изображают божественную природу, потому что она неизобразима. Изображать можно Христа, поскольку он воплотился, он стал человеком такой же плоти, имел такую же плоть, как у всех людей. Изображать можно святых, а вот Бога изобразить нельзя. Поэтому и запрет существует на его изображении. Всякий, кто пытается изобразить Бога, ничего другого, кроме идола, изобразить не сможет. Идола выливает художник. Дальше один из тех ироничных пассажей, которых будет несколько в этом разделе Исаии, где будет показана вся глупость идолопоклонства и все ничтожество тех самых художественных изображений идолов, которые идолопоклонники делают, изготавливают. фабрикуют. Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Вот эти стихи 19-20, они кому-то может показаться, что они не на своем месте, но вполне на своем месте, потому что здесь пророк хочет показать, библейский поэт, контраст между Богом и идолами, между народом Израилевым и идолопоклонниками. Вот этот контраст. Израиль идолам не поклоняется, Израиль чтит единого Бога. Второе раздел Исаии это манифест абсолютного, полного единобожия. Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи. Господь Бог, Он велик, Он могуч, Он славен, а вот идолы ничтожны. Вот 19-20 стихи содержат критику идолопоклонства и критику этих самых идолов. Продолжение этой темы, темы идолов и идолопоклонства мы найдем в следующей 41-й ну а также 42-й, 45-й, 46-й главах этого раздела будут звучать острая критика идолопоклонства и насмешка над идолопоклонниками и над идолами, которых они идолопоклонники делают. Вот эта тема как бы вот эти стихи 19-й, 20-й они вроде бы тема началась, но не продолжается, но вот она продолжится в 41-й главе будет продолжение. Разве не знаете очередная серия риторических вопросов открывает 21-й стих? Разве не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорено было от начала, разве вы не уразумели из оснований земли, он он есть тот который восседает над кругом земли и живущая на ней как саранча пред ним. Господь восседающий над кругом земли этот же образ используется в книге Иова и кое-где еще. Он распростер небеса как тонкую ткань и раскинул их как шатер для жилья. В псалмах нечто подобное мы встречаем распростер небеса как кожу или как шатер он обращает князей в ничто делает чем-то пустым судей земли был великий судья земли вавилонский царь и вот оказалось что он ничто персы с медийцами победили началась персидская эпоха и все те князья вавилонские они ушли навсегда в небытие кончилась их слава их власть на этой земле и он не может больше судить народы и быть князем среди князей едва они посажены едва посеяны едва укоренился в земле ствол их и как только он дохнул на них они высохли и вихрь унес их как солому люди сравнивались с травой здесь они сравниваются с соломой и правители и все другие люди без Бога ничто Господь живит Господь мертвит Господь отсылает в изгнание человека и Господь возвращает его из плена кому же уподобите меня и с кем сравните говорит святой вновь звучит тот же самый вопрос риторически Бога нельзя никому уподобить ни камню ни дереву ни каким-то птицам рыбам зверям людям никому нельзя уподобить Всевышнего здесь Господь назван святым святой кадош автор этих строк конечно же отсылает нас к тому богоявлению которое произошло с Исаией 6 главе в начале 6 главы Исаии мы встречаем мы читаем об этом событии о призвании пророка он иерусалимский вельможа Исаия молился в Иерусалимском храме и во время богослужения он увидел славу Господню и говорили ангелы кадош 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 адонай цаваот коль гаар цмалек и водо вся земля полна славы его свят 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 Господь вот и здесь он назван святым и еще будет назван святым дальше святой синодальный перевод передает естественно слово пишется с большой буквы речь идет о Господе Боге Израилевом поднимите глаза ваши на высоту и посмотрите кто сотворил их имеется ввиду небеса Шамаем хотя этого слова в тексте нет и в синодальном оно набрано поэтому курсивом по смыслу добавлено кто выводит воинство их счетом воинство небесное это звезды израильтяне когда-то поклонялись вместе с язычниками этому воинству небесному вавилоняне были звездочетами знаменитыми волхвами но вот в плену они осознали и поняли что нельзя поклоняться звездам это глупо и унижает человеческое достоинство а поклоняться надо тому кто эти звезды создал увы и в наши времена в наш просвещенный 21 век находятся люди которые поклоняются звездам думать что их судьба их жизнь зависит от расположения планет и звезд это не так на самом деле наша жизнь и наша судьба зависят только от того кто создал нас и эти самые звезды он знает это воинство Господь небесное выводит эти звезды счетом он всех их называет по имени по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает ни одна земля ни одна ни одна звезда ни одна сверхновая не зажигается без божественной власти без божественной воли как же говоришь ты Яков и высказываешь Израиль путь мой сокрыт от Господа и дело мое забыто у Бога моего в отчаянии израильтяне говорили повесили свои арфы на реках вавилонских и плакали и рыдали вспоминая Сион многие вот думали что их путь сокрыт от Господа дело забыто у Бога но Господь помнит он не забывает свой народ и наказав милует отправив в изгнание возвращает пленный пленников Сиона с песнями и ликованием обратно в родную землю разве ты не знаешь разве ты не слышал что вечный Господь Бог сотворивший концы земли не утомляется и не изнемогает разум его неисследим какое величие какое торжество здесь чувствуется в этих словах в этих строках вот сороковая глава она буквально вся переполнена этими самыми риторическими вопросами Исаия очень изысканный поэт и вот второй раздел книги Исаии это высокая высочайшая поэзия и кстати по стилю если читать оригинальный текст ведь и другие великие пророки Иеремия и Иезекииль тоже поэты но по стилю Исаия пожалуй это пожалуй самая рафинированная поэзия его авторский стиль особенно у Фтора Исаии очень сильно чувствуется его невозможно перепутать с Иеремией или с Иезекиилем вот взять какую-то строку какой-то стих из Исаии и какой-то стих из поэзии того же Иеремии по стилю перепутать невозможно у него свой у Исаии индивидуальный стиль совершенно неотличимый но это в оригинале в переводе это тоже порой может чувствоваться он дает утомленному силу продолжает воспевать пророк своего Бога он дает утомленному силу и изнемогающему изнемогшему дарует крепость утомляются и юноши и ослабевают и молодые люди падают а надеющиеся на Господа обновятся в силе поднимут крылья как орлы потекут и не устанут пойдут и не утомятся даже если человек физически уже немощен он стар у него нет сил тех сил которые были у него когда-то в молодости он все равно сильнее даже молодых людей и юношей у которых нет опоры в Боге почему? потому что он надеется на Господа и Господь укрепляет его надеющиеся на Господа словно орлы обновятся в силе орел мощная могучая птица взмывающая высоту небес и те кто на Господа надеются они уподобляются этому самому орлу часто метафора орла применяется и к самому Господу Господь говорит я словно на крыльях носил вас словно орел носит птенцов своих как сказано во второзаконе вот на такой торжественной и утешительной ноте заканчивается 40 глава Исаии но дальше эта тема продолжается тема исхода из вавилонского прена тема возвращения тема прощения тема искупления продолжится в 41 главе и в последующих главах запись делается для библейского портала экзегет пояснений